Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и благословение его посланнику, его семье и сподвижникам. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатух. Братья и сёстры, сегодня мы с вами снова рассмотрим очередную тему, которую Аллах затронул в Коране. Коран – это такая книга, из которой пользу черпать можно бесконечно. Так много всего в Коране, что у читающего его не остаётся никаких сомнений, что он именно от Бога. В Коране отражена сущность Бога, причист он Всевышний. Коран прекрасен, как и Аллах. Коран – это речь Аллаха. Коран не сотворён. Это извечная речь Аллаха. Сегодня мы с вами поговорим о опознании Всемогущего Великого Аллаха. Во всём Коране вы не найдёте аята, в котором бы Аллах говорил. Такова моя сущность. Вы можете познать мою сущность. Мы не можем познать сущность Всевышнего Аллаха, пока в вечную жизнь не попадём. И там Аллах даст нам возможность увидеть Его, услышать Его, поговорить с Ним. Всё это в вечной жизни. А в этом мире Всевышний Аллах дал нам множество возможностей понять, что Он существует. Например, Аллах говорит, посмотрите на небо над собой, которое Я создал. Казалось бы, что такого? Ну, небо, мы его каждый день видим. Что особенного-то в нём такого? Но нет. Вот подумайте о небе. Например, Аллах говорит, видишь ли ты какую-нибудь трещину? Это Аллах говорит в суре «Власть». Аллах говорит «Взгляни ещё раз и ещё раз». Трижды Всевышний Аллах говорит «Взгляни». Это в начале 67-й суры «Мульк». Аллах говорит «В творении милостивого ты не увидишь никакой несообразности». Вот, например, посмотреть на человека. В нём есть такие свойства, как ярость, гнев. Эти вещи Аллах в человека заложил, как механизм выживания. И то же самое и в животных Аллах заложил. В разные другие творения. То есть, это система. Или посмотреть на растения. Они, конечно, отличаются друг от друга. Цветы отличаются. Другие растения друг от друга отличаются. Фрукты отличаются. Но Всевышний Аллах установил в них плюс-минус одинаковые механизмы. Фотосинтез. Как они растут. Как они развиваются. Из чего-то маленькое во что-то большое. Причист великий Аллах. Наш Создатель всем этим показывает нам своё величие. Вот смотрите. Взять семечко. Сначала из него вырастает маленький росточек. Это уже потом из него. Другие ростки вырастают. Дальше ветви и так далее. Но сам вот этот первый росток, он как бы символизирует. То, как мы вверх поднимаем палец и говорим свидетельствую, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Он един. И я никого не предаю ему в сотоварищи. Он един. И вот так, словно каждый росток выходит с шахадой. Каждый росток словно свидетельствует, что Аллах един. Он един. И если рассмотреть механизмы развития каждого растения, в этом опять же видна система. Это видно и невооружённым взглядом. А уж те, кто изучает предметно биологию, они видят, что нет в этом всём никакой несообразности. Даже вот взять динозавров. Сравним их с современными животными. У них тоже лапы, тоже голова, тоже зубы, тоже челюсть. То есть, опять же, один и тот же механизм, который Всевышний установил своим творением. И те, и другие создал единый Аллах. То есть, Всевышний оставил свой след в своих творениях. Один и тот же схожий молекулярный код Всевышний Аллах заложил в свои творения. Со схожими механизмами. И всё это указывает на одного создателя. Вернёмся к нашему примеру с небом. Всевышний Аллах говорит. Он создал семь небес, одно над другим. В творении милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни ещё раз. Видишь ли ты какую-то трещину? Потом взгляни ещё раз. И ещё раз Аллах говорит. Твой взгляд вернётся к тебе униженным. Утомлённым. Почему? Потому что ты не найдёшь ошибки в творении Аллаха. Вот смотрите, это крыша. Сколько простоит без ремонта? Смотря на сколько качественно сделано. Может простоять 10-20 лет, может 100 лет, может быть здание, которое простоит 300-400 лет до того, как ремонт ему капитальный понадобится. А небо Всевышний Аллах создал. Мы даже и не знаем, какое время назад. И мы не видим, чтобы, например, небо как-то поистоскалось. Аллах говорит. Взгляни, ещё раз и ещё раз. Видишь какую-нибудь трещину? Потолок трескается. Здания трескаются. А в творениях Аллаха нет трещины или несоразмерности. Или вот ночью, когда звёзды выходят, причист великий Всевышний Аллах. Дальше в суре «Власть» Аллах говорит. Поистине мы украсили ближайшее небо светильниками. На самом первом нижнем небе светильников сколько разных Всевышний Аллах создал. Когда ты смотришь на звёздное небо, это такая красота, которую ты больше нигде не увидишь. Или вот взять воду, например. Для нас это, ну, вода и вода. Но Аллах создал её такой, что в ней как наша жизнь, так и наша смерть. Мы же не можем жить без воды. Но под водой также можно утонуть. То есть двояко. То же самое земля, она нужна для жизни. Но если человека в ней зарыть, он умрёт. То есть вот таким образом Всевышний Аллах создал этот мир. Без каких-то вещей мы не выживем. Но и избытка их тоже быть не должно. И Аллах установил баланс. Вот дождь, он может и повреждения какие-то нанести. Но также в этом дожде наша жизнь. Всевышний Аллах как бы говорит нам, если хотите познать меня, размышляйте над всем этим. У Аллаха есть два имени. Мухьи и Мумид. Оживляющий и умертвляющий. Или вот, взять деревья, листья на них, которые опадают с них каждый год. Этим Всевышний Аллах показывает нам, что он как оживляет, так и умертвляет. Аллах создал этот цикл. И размышляя над ним, мы познаем Аллаха. Не ограничивайтесь поверхностным мышлением, мол, ну осень, ну листья падают. Весна придет, вырастут новые. Ну а уж летом по полной расцветет все. Зимой снова голые ветки. Не воспринимай это как должное. Даже вот просто посмотреть на воду. В руку набери, если хочешь познать Аллаха. Просто набери в руку воды и задумайся над тем, какая она. Что она жидкая. Для нас это обыденность. Воспринимаем как должное. Она жидкая, прозрачная, безвкусная, текучая. Выливаешь ее, она льется. Если ее разлить, она растекается, заполняя собой все. Можно ее набирать, перемещать ее, пропускать через что-то. В ней можно плавать. Предмет какой-то плавучий на поверхности воды будет держаться. А что-то тонет. Вся эта упорядоченность указывает на существование Аллаха. Или вот рассмотрим руку. Ее функции. Сравним со швейцарским ножом. В швейцарском ноже много функций. 12 или 16 разные инструменты в одном ноже. Там тебе и нож, и штопор, и ногтегрызка. А руки наши Всевышний Аллах сотворил многофункциональными настолько. Смотрите. Аллах говорит в Коране. Это сура Адзарьят. 51 сура. Аят 21. В вас самих есть знамения. То есть, вот рука. Подумайте, сколько всего можно делать с помощью руки. Давайте вместе с вами будем перечислять. Хватать. Хватать. Есть. Еще. Пить. Мыть. Писать. Еще. Носить. Указывать. Работать. Работать. Бить. Да, ей можно бить. Еще. Помогать. Расчесываться. Почесаться можно. Собирать что-то. Можно скатывать что-то. Придавать форму. Еще. Одеваться можно. Защищаться. Еще. Давайте, давайте. Это уже было. Инструментами пользоваться. Рукой можно столько задач выполнять, требующих тонкой моторики. Или разговаривать с помощью языка жестов. Например, ты языка не знаешь. Причистала. То есть, можно минимум сотню, если не больше, вариантов перечислить. Бог знает сколько их. И все это можно делать руками. И у каждого действия столько подкатегорий. Можно сумку нести. Можно носить ребенка. Большие предметы можно носить. Руками можно чертить. Создавать что-то. Придавать форму. Дизайн делится на множество подкатегорий. Нет Бога, кроме Аллаха. Так много всего. Вот Аллах и говорит в вас самих. Через нас самих. Мы познаем его. И что поразительно, когда человек, обладая всем этим, не познает Аллаха. Человек сам по себе чудо. А Аллах не познает. Через нас самих мы познаем его. И что поразительно, когда человек, обладая всем этим, не познает Аллаха. Человек сам по себе чудо. А Аллах не познает. Аллах дал нам два в одном. Микроволновку и холодильник. То есть, холодное что-то. В рот положишь, и оно согревается. А если горячее, что-то в рот положить? Охлаждается. Зубы наши Аллах создал такими, что они в замене не нуждаются. При условии, что следишь за ними. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ни одного зуба не потерял. Кроме как на войне. Потому что регулярно чистил их. Если задумаетесь о том, как все это у вас устроено, то познаете Аллаха. Если поразмыслите над тем, как он все это создал. Это его след. Один из наших учителей рассказывал, что был один 84-летний паломник. Ни разу к зубному не ходил. За всю жизнь. И не потерял ни одного зуба. И никогда зубы у него не болели. Как у него так получилось? Каждый раз после еды, он сразу же чистил зубы мисваком. После каждого приема пищи. У него было несколько мисваков. Один большой, для поверхностной чистки. Другой поменьше. И еще один самый маленький, которым он чистил между зубами. Все частички еды он вычищал. И так всю жизнь поел сразу же мисвак. Прополоскал рот. И ни разу зубы не болели. К зубному ни разу не ходил. И это за 80 лет. Вот такими Аллах создал нас, если правильно эксплуатировать. Или вот если посмотрите на человеческий глаз. Нет Бога, кроме Аллаха. Разве человек может создать подобную камеру? Вот так посмотришь, он казалось бы простой. Но только когда мы сами что-то подобное пытаемся сделать. Только тогда понимаем, насколько сложно. Я тут общался с одним кандидатом наук в сфере искусственного интеллекта. Говорю ему. А можно создать приложение для телефона, чтобы оно распознавало вообще все ошибки в твоем чтении Корана? Не то, что ты прикасаешься к экрану телефона и звук слышишь, как правильно нужно прочитать. Вот слово «заликэ». Можно такое приложение сделать, что вот ты говоришь «заликэ», а приложение распознает ошибку и поправляет. Пока ты не скажешь правильно «заликэ». И когда ты правильно скажешь, оно галочку ставит. Мол, правильно. Я говорю, можно же так сделать? Он говорит, ты не представляешь, как это трудно научить компьютер распознавать ошибки и исправлять их. И стоить это будет бешеных денег. Одно только это. А когда мы с вами говорим и распознаем речь, знаете, сколько нейронов задействуются? И как быстро клетки мозга обмениваются данными? Вот причисто, Аллах, я знаете недавно над чем задумался? Мне понадобилось контакт один найти в телефоне, который я не открывал лет 10. Но я помню, что имя и телефон этого человека у меня сохранен. То есть, представляете, через 10 лет, мой мозг буквально за мгновение обратился к той ячейке памяти, где содержится информация, что номер такого-то человека у меня в телефонной книге. Я такой думаю, вот это да, причисто, Аллах. Или вот допустим, как наш слух определяет источники звука. Допустим, я слышу шум холодильника и понимаю, что это нормально. Или, например, шум перфоратор слышу и сразу понимаю, что это сосед ремонт делает. Сколько операций у нас на автомате происходит? Ты сидишь, ешь, и все эти движения, как взять еду, как ее есть, пережевывать, как глотать, все эти операции автоматически обрабатываются. И сколько таких операций? Сотни вещей мы делаем на автопилоте. Вот я сижу, при этом сохраняя равновесие. Я знаю, что почувствую, если дотронусь до этой ткани. Я знаю, какая на ощупь ее текстура. Знаю ее плотность, ее толщину. Я знаю вес ее. Просто смотрю на вещь, и информация сразу подгружается. Причист великий Аллах. Вы представляете, сколько всего мы помним? Столько одновременно обрабатываем, автоматически причем. Память такая. Десятилетия помнят. Вот такой суперкомпьютер Аллах создал в нас. А человек не познает Аллаха. Не верит в Аллаха. Человек сделал телефон, смартфон. И так увлечен этим смартфоном. Памятью этого смартфона. Его камеры, какая она классная. Но человек забывает о своем мозге, о своих глазах, о своей камере, которую Аллах создал. Забывает. Знаете, почему так происходит? Когда сильно привыкаешь к чему-то, думаешь, ну вот такое оно есть и все. Нас не поражает это. Мы не поражаемся миру вокруг. По каждому природному явлению существует своя наука. Есть люди, которые одну такую науку изучают всю жизнь, но так и не могут полностью изучить. Вот, например, ветер. Есть ученые, которые всю жизнь его изучают. Есть ученые, которые изучают движение ветра. Есть ученые, которые изучают волны в море или в океане. И как эти волны связаны с луной. Так сложно мир устроен. Мы до сих пор изучаем его. До сих пор открытие делаем. Есть ученые, которые изучают камни всю жизнь. Ты можешь всю жизнь его слушать, но так и не узнаешь всего. Всевышний Аллах создал все это. И вы через все это не познаете Аллаха, своего Создателя. Всевышний Аллах через Коран показывает нам, каков Он. Мы только должны, видя мир вокруг себя, останавливаться и задумываться. В суре власть про небо Аллах говорит. Снова и снова посмотри на него. Так Аллах познается. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.